Месяц назад оренбуржец Михаил Куницкий в интернете нашел объявление о стабильной работе с застойным заработком. Мечтая о перспективе трудиться по своей специальности сварщиком на одной из строек Подмосковья, он собрал вещи и поехал за сотни километров от дома. Договор работодатель с Михаилом обещал заключить после 14 дней испытательного срока, а выплаты делать каждые две недели. От работы в полмесяца наш герой обратился к своему руководителю за заключением договора, на что получил весьма грубый ответ. Он ясно, четко сказал, что договоров не будет. Расценки, расценки на словах. Вы, говорит, нам что не верите, мы хорошие пацаны, в кавычках, мы вас не обманем. А по итогу, получается, люди неделю-две отрабатывают, уезжают, их никто не оформляет, деньги они не получают. Нас, получается, здесь держат за рабов. Человек, работающий за еду, является рабом. Подобной ситуацией оказались и остальные рабочие. 1500 рублей в неделю на еду – единственные деньги, которые они получают. В надежде получить свое заработанное, люди не прекращают трудиться. А прием соискателей, между тем, продолжается. Мы позвонили по объявлению, на которое в свое время откликнулся Михаил. 10 часов рабочий день, шестидневка, воскресенье, выходной. Значит, за 10 часов 2000 рублей начисление идет ежедневно. Средняя зарплата получается 60 тысяч рублей в месяц. Оформление идет по договору без трудовой книжки. Договор заключается не сразу, через полторы-две недели. Зарплата выплачивается наличкой на руки. Проживаю здесь, ребята, частично в бытовом городке, в вагончиках по 5-6 человек. Есть душевые прачечные сушилки. И также частично проживают в общежитии. Озвученные условия, по словам рабочих, не исполняются. Обеспечили только общежитием. Сейчас в нем, в районе Расторгуева, проживает около сотни человек. И условия здесь не самые лучшие. Мы жили в Подольске. И получается такая история, что там они проплату не сделали. Мы свои шмотки не смогли все забрать сначала. Потом где-то их только сутки смогли забрать. И то там все. И да, все попропадало. Многие рабочие, особенно зарубежные граждане, боятся показывать лица и рассказывать правду на камеру. Хотя ждут своих денег уже с ноября. У людей даже нет средств, чтобы вернуться на родину. Сколько вам не платят уже зарплату? Четыре месяца. А как объясняют это? Ну, не знаю. Рабочие рассказали, что объект, на который их возят, находится недалеко от общежития. Проинспектировав территорию, можно увидеть строительство современного жилого комплекса. Однако представители застройщика уверяют, никаких договорных отношений с подрядной организацией. Нанявшие этих строителей не имеют. Мы провели подробное внутреннее расследование со стороны компании, проверили все внутренние документы. И можем со всей ответственностью сказать, что мы не имели и не имеем никаких договорных либо коммерческих отношений с данной подрядной организацией. Также представитель компании застройщика добавил, что они намерены провести расследование. Впрочем, подрядная организация тут же начала решать этот вопрос. Михаилу положенные деньги заплатили. Теперь Михаил будет искать другую работу, но уже не станет так слепо доверять обещаниям. Юлия Погося, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.